Итак, есть пять чувств. Чувство слуха самое главное, потому что оно связано вот с этим как раз пищинками, с озером, ума, с судьбой. Очень сильно связано чувство слуха, оно самое глубокое у человека. И прежде чем говорить о чувствах дальше, я вам скажу, что есть еще одна часть тонкого тела, она называется разум. Эта часть тонкого тела предназначена для того, чтобы кормить ум энергией счастья. Ум нуждается в счастье постоянно, он не может жить без счастья. Жив без любви, без любви не могут люди. Часть без любви, без любви пропащий час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. Да? И вот последняя фраза, она меня очень беспокоит, я думаю, о ней постоянно. И даже если не любят нас. Видите, любовь, оказывается, это не то, что нас любят, это то, что мы любим. Любим. Видите, означает совсем другая вещь, потому что в основном мы наслаждаемся тем, что нас любят. Влюбленность означает «мне хорошо», «мне хорошо с тобой». Понимаете, влюбленность означает «мне хорошо», но любовь не означает, что «мне хорошо», означает, что я совершаю такое действие, которое радует мое сердце. Это подвиг. То есть я совершаю действие, которое радость мне в сердце приносит. Это уже любовь, это не любовь. Есть разница между двумя этими вещами. В принципе, одна. Движемся дальше. Вот что такое разум? Разум — это сила, которая даёт возможность действовать вопреки желанию. Допустим, я хочу мороженое, но знаю, что у меня заболит горло, я не иду. Хотя ум просит, он говорит, хочу мороженое, хочу мороженое. Ум хочет счастья. Разум говорит, спокойно, будем жить без мороженого. У нас есть солнце, есть вода, есть много чего хорошего, кроме мороженого здесь, в Сочи. В Адваре, да? Итак, разум даёт выбор, какое счастье ум будет иметь. Ум не может жить без счастья, потому что энергия счастья питает все внутренние органы. Она питает всю нашу жизнь. Человеку, если не хватает счастья, у него всё разрушается в жизни. У него разрушается здоровье, разрушается психика, разрушается его функциональность. Он не может уже работать без энергии счастья, он не может трудиться нормально. Сил не хватает в жизни. Нужна энергия счастья. Откуда-то надо брать. И разум выбирает цели в жизни. Есть цели. Что такое цели? Это определённые энергетические направления, определённые направления в жизни, которые даёт счастье. Допустим, мы строим дом. Да? Сама идея даёт счастье. И человек ради этого дома живёт. Он работает, танцевал менять, трудится. И дом раз побольше стал. Приходим, смотрим. Дом растёт. И мы будем трудиться дальше. Это называется цель жизни. Дальше. Мы растим ребёнка. Он растёт. Становится лучше. Уже такой хороший, лошадький. Вот. То есть мы растим ребёнка, вкладываем в это силы. Это называется цель жизни. Дальше. Мы заканчиваем институт. Мы пытаемся повыситься в должности, на работе и так далее. Есть разные цели жизни, которые питают человека счастьем. Теперь, что такое стресс? Стресс — это когда человек разочаровался в своей цели жизни. Спрашивается, почему произошло разочарование? Причина такая, что есть разные уровни целей жизни, в которых надо по-разному вкладывать в своё сердце. И вот эта вот тема, которую я сейчас поднял, она является сложнейшей. Если я вам сейчас прямо сразу выдам всю информацию и скажу, какие цели жизни являются главными, какие поменьше, у вас возникнет протест в сердце. Вы не поверите. Поэтому я не смогу вам сейчас это сказать. Мой секрет. Я сейчас буду развивать мысли дальше, и постепенно мы придём к пониманию, как бороться со стрессом. Любое знание имеет два этапа. Первый этап — горький вкус сначала. Если ты что-то понял про себя, сначала будет горький вкус, а потом сладкий. И для того, чтобы вы горький вкус переварили, поэтому я буду стараться относиться к вам крайне бережно. Я буду стараться с любовью давать вам этот материал, чтобы вы не чувствовали, что вам плохо, потому что материал серьёзный сейчас будет дальше. Много интересного, серьёзного мы узнаем. Ну, надеюсь, что вы не пожалеете, отдохнёте во время лекции всё-таки. У нас в конце будет пожелание всем счастья. Мы хоры будем повторять. Я желаю всем счастья. Слабонервные могут удалиться будет в конце. Потому что в основном все матерятся, когда желать всем счастья непросто, да? Итак, разум — это необычная вещь. Это то, что делает человека счастливым, то, что побеждает судьбу. Потому что сила разума способна растапливать вот эти узелки кармы и приводить озеро ума в порядок. Вода в уме становится чистым, означает счастье. Грязь в этом озере, муть означает страдание. То есть звук влияет на разум очень сильно, поэтому звук означает в данном случае не просто звук поезда там или самолёта, звук близких отношений, звук глубоких отношений, в которых мы открываем сердце, влияет на судьбу. Потому что судьба в сердце находится. Мы открываем сердце, означает слушаем друг друга очень внимательно, глубоко. Видите, по факту человек, который способен очень глубоко воспринимать своего близкого сердца, своего близкого человека сердцем, то такие люди обычно остаются рядом. не те люди, которые наслаждаются хорошо друг другу. Как мы говорим, я так его люблю. Это означает наслаждение. А вот если, допустим, мы говорим, у нас искренние отношения, это уже любовь. То есть душевный разговор, что значит? Это значит, что два человека очень глубоко воспринимают друг друга. Они могут говорить больные вещи друг другу, могут говорить правду, могут открывать сердце. Это непростые вещи. Часто люди, прожив 10, 15, 20 лет, по душам так и не поговорили друг другу, потому что этот разговор приводит обычно к тому, что люди ругаться начинают. Они не могут с любовью принимать друг друга, слушать, открывать сердце, давать знания, делиться, принимать. Ругаться с любовью тоже хорошо, да. Но это сложно, еще сложнее. Разговаривать с любовью, да, это сложнее еще. Без эмоций общаться спокойно легче, но надо знать, как это делать. Мы научим, будем учиться сегодня. Ругаться тоже хорошо. По факту милые броняться только тешатся. Ну то есть милые означает, люди верят друг другу, они эмоционально разговаривают, но это не тот вид друга, не когда люди калечат друг друга. Это не война, это эмоциональная беседа просто. Ну это другой вид отношений, сложный, еще сложнее даже. Не просто с любовью ругаться, как вы сказали. Не просто. Это не руганье, это очень эмоциональные отношения, такие глубокие. Они важны. Они важны, но это очень сложно сделать. Надо много людей иметь в сердце. Много принимать трудности от близкого человека. Любовь означает принять его характер, его взгляды. Любовь — это не наслаждение, это труд. Значит, вы не так пытаетесь донести? Не так пытаетесь? Вот если я сейчас до вас доношу, и вы не слышите меня, значит, я не так пытаюсь. Согласен, согласен, да. Мы до этого дойдем чуть попозже. И так разум — это сила, которая держит ум в определенном состоянии. Но не всегда. Иногда ум восстает и говорит, все равно хочу мороженое. И идет, покупает мороженое, пусть не будет хуже. Причина, почему он так себя ведет, одна, что то счастье, которое разум предоставляет, недостаточно для ума. Это значит, что цели жизни выбраны неправильно. Допустим, жена говорит, мне надоело уже жить ради твоего дома. Мы целыми днями работаем, как ишаки на этот дом. Мы не можем с друг с другом поговорить. Мы не можем воспитывать детей. У нас нет времени даже в Адлер съездить на Черное море. У нас большие проблемы из-за этого дома. Я поэтому, у меня нет радости никакой его строить. Вот у кого такая ситуация? Сейчас поднимите. А? Даже в Адлере на море некогда сходить. Такая ситуация. Называется неправильно поставленные цели в жизни. Строить дом можно, это нормально, но сколько мы вкладываем сил человеческих туда, вот в чем вопрос. Это все зависит от направленности в разуме. У разума есть цели. У разума есть вера в эти цели. Что такое вера? У каждого человека есть вера. Без веры человек не может жить. Он верит в свои цели в жизни. Да, есть более высокие цели, есть менее высокие. Что значит высокие? Это означает близкие к сердцу. Вот смотрите. Допустим, дом. Это близко к сердцу или нет? Не очень. Ну, это просто камень, которым мы сделаем свою норку когда-нибудь. Там будет же человек близкий. Жена ближе к сердцу? Ближе. Дети? Еще ближе. А Бог? Ну, не знаю вообще, кто такой. Я вам расставил сейчас цели. Дом, близкие люди, дети, Бог. Но почему-то последний элемент отсутствует у многих в жизни. Да, часто отсутствует. Они не понимают, что это самая близкая цель. Самая близкая, что в сердце. Совесть — это энергия Бога. Это не наша. Веды говорят, что совесть не нам не принадлежит. Моя совесть, мы говорим. Нет, это мы принадлежим совести, а не она наша. Это мы ей принадлежим. Совесть нас не спрашивает, будет она реагировать хорошо или плохо на наши поступки. Она реагирует, как считает нужным. Понимаете? Она нас мучает иногда. Иногда, наоборот, не мучает, а радость вызывает сердце. Вот сегодня я думал о том, что я вам буду лекцию читать. Молился. И я почувствовал радость сердцу. У меня не было ощущения угрызения совести. Чувствовал радость. Итак. Что такое стресс? Это когда обычная цель, которую мы поставили, ради которой мы живем, не приносит счастья человеку. И так как счастье не приходит, человека начинают ломать, начинаются ломки психические. Им очень трудно. Он чувствует себя очень тяжело. Это может привести даже к самоубийству. Настолько тяжело жить, становится просто невыносимо. Почему? Потому что судьба восстает против той цели, которую мы выбрали. Смотрите, мы выбираем сами цели. Чаще всего потому, что все так живут. То есть мы думаем, вот все строят дом, значит, надо так жить. Мы думаем, вот все друг для друга живут, надо так жить. Но мы не знаем, как расставлять цели. А так как мы живем не просто для счастья, как нам кажется. Это еще один момент важный. Мы живем для того, чтобы сначала сдавать свои экзамены в жизни, а потом уже получать счастье. Посмотрите в жизни, как все бывает. Ты же не можешь сразу наслаждаться семейной жизнью. Надо сначала замуж выйти. А замуж просто так не выйдешь. Для этого надо какой-то экзамен сначала сдать. Так? Или просто? Поднимите руку кому просто. Да. Вам просто. Без проблем, да? Захотела и вышла. Без проблем. То есть вы нашли себе мужа. Да. Хорошо. Можете найти в Атлере 100 рублей. Сейчас пойти. Могу, да? Заходите после лекции. У нас много времени еще. С пол шестого. Потом я когда-нибудь в следующий раз сюда приеду. Вы здесь живете? Нет? А где? В Москву приезжайте ко мне на лекцию. Доложите. Нашли 100 рублей в Атлере или нет? Не, не надо никакого пройти. Надо найти. На дороге, да. А вы просто попробуйте. Потому что муж, это же не 100 рублей. Это покруче. Ну вот попробуйте найти 100 рублей. И вы поймете, что мужа не найдешь. Что от кого добились? От себя добились? Вы ошибаетесь. Когда вы говорите, вы когда кричите, почему мне так плохо? Кому вы обращаетесь? Вот именно. Вот здесь вот вы обращаетесь. Вот сюда. Только неосознанно. Точно так же есть сила, которая дает мужа, если человек заслуживает. Пытайтесь это понять. Некоторым не дает. Вот поднимите руку, кто не может мужа найти. Видите, девушки не могут найти мужа. Кто не может найти жену, поднимите. Есть? Вон. Не может парня найти жену. Видели сзади? Делай футболочки. Ну так, я чуть-чуть подрабатываю. Видите, идея в чем заключается? Что не может найти человек. Вы говорите, а я могу. Нет, не факт. Не факт. Просто сейчас вам позволено. Но может так случиться, что не будет позволено. Понимаете? Есть вещи, которые мы не можем ничего сделать. Ну, я же не против вас. Я просто на вашем примере, так как вы активная, общительная, сели напротив меня, специально, чтобы общаться со мной. Мы с вами, поэтому я вас и мучаю. Итак, видите, часто бывает так, что не сдав свой экзамен, человек не получает счастье, которое он хочет. По судьбе есть разные этапы жизни. Допустим, есть этап молодости. В это время человек очень хочет выучиться. У него сильная потребность быть осознанным, таким же, как все. Ему хочется, чтобы его уважали за его понимание этой жизни, этого мира. Ему хочется получить специальность, чтобы он был защищен в плане финансовом. И так далее. Дальше, следующий этап жизни, человек хочет создать семью. Человек может хотеть детей на каком-то этапе жизни. Человек хочет спокойствия, допустим, в более пожилом возрасте, чтобы его не мучили, не трогали и так далее. Есть разные потребности. Они рождают какие-то свои цели. Понимаете? Но все эти потребности, исходящие из возраста или периода жизни, они не являются главными целями жизни. Потому что все эти, внимательно послушайте, все эти цели являются целями нужды. Это не цели, которые я отдаю другим. Это цели, которые я беру для себя. Все цели, которые я беру для себя, они не могут меня сделать счастливыми по факту. Почему? Потому что система отношений становится гармоничной, когда я отдаю, и так как я отдаю, я естественным образом получаю взамен. От улыбки станет веселее. То есть я улыбаюсь, и вы улыбаетесь. Если я не улыбаюсь, то не факт, что вы будете мне в ответ улыбаться. Конечно, может быть, и будете, но не сто процентов. Кто-то не будет. Но если я улыбаюсь, рано или поздно вы будете улыбаться. Постепенно будет улыбка копиться в сердце, и вы будете улыбаться. Но выйти замуж — это же потребность, это не улыбка, это нужда. И вот цели нужды, они никогда не должны быть главными. Вот смотрите, допустим, девушка решила выйти замуж. Общаемся. Не могу выйти замуж. Общаемся. Смотрите, я начинаю об этом постоянно думать. Что происходит со мной? Я поставила себе цель, мне надо выйти замуж. Что происходит со мной? Грусть, тоска меня снидает. Не женат, лишь я хожу. То есть, видите, человек... Ой, ты дурочка моя, труба дурочка. Да чего же искудала фигурочка? Или может обратиться к врачу? Ничего я не хочу. То есть, видите, человек не очень красиво выглядит. Фигурочка искудала. Кому нужна такая жена? Такая несчастная. Никому не нужна. Но женщина хочет, девушка хочет выйти замуж. Это естественно для нее, жить замужем. Для девушки, для женщины естественно быть замужем. Это ее природа. Она хочет близких отношений. Ей нравятся близкие отношения женщины. Но она не может выйти замуж, потому что ей не положено сейчас. Ей надо сначала сдавать экзамены. Когда человек думает, сначала стулья, потом деньги, сначала стулья, потом деньги, он к судьбе так и говорит, хочу замуж, хочу замуж, тогда ничего не будет? Нет, нельзя. Сначала мы будем сейчас слушать пока. Что некоторым людям не понравится, что вы много говорите. А вы скажете, что похоже. Итак, смотрите, идея в чем заключается? В том, что если я не могу выйти замуж, значит, я не достойно выйти замуж. У меня внутри чего-то не хватает для этого. И что нужно делать? Нужно действовать. Активное действие совершать. А так как я поставил цель выйти замуж, я действовать не могу. Потому что цель питает счастьем. А счастья нет. В результате что получается? Я таю. У меня психика тает. Мне надо достроить дом, а ипотека не может быть погашена моей зарплатой. В результате тю-тю. Тает силы, тает жизнь. Цель, высшая цель поставлена неправильно. Высшей целью не может быть та цель, которая является нуждой. Высшей целью должна быть более высокая цель. Та цель, которая дает возможность мне трудиться для нее. Мне трудиться. Допустим, если я ставлю целью желать всем счастья в высшей своей жизни, что редко бывает. Или желаю, ставлю свою целью, допустим, думать о Боге, молиться. Или читать возвышенное какое-то писание. То действуя таким образом, я наполняюсь силой. И та цель, которая ниже этой высокой цели, моя нужда, она сама реализуется в результате такой жизни. Но когда человек попадает в стресс, это замкнутая ситуация. Человек перед судьбой поставил условие. Хочу замуж и все. Я больше не могу так жить. Понимаете? Это означает, что дальше будет что? Если судьба не даст мужа, она не даст мужа, значит, моя психика тает. Я начинаю разрушать свою жизнь. Это страшная вещь. Понимаете, о чем я говорю, да? Что такое стресс? Стресс — это когда цель, которая у меня... А цель, она чаще всего люди вообще не ставят цели. Цели сами возникают. Вот пришло время, хочется замуж и все. Но есть знание, которое говорит о том, что надо самому учиться ставить перед собой цели. надо учиться делать так, чтобы тебе хотелось не замуж, а хотелось сделать то, что даст возможность тебе выйти замуж. Допустим, приведу пример. Девушка ставит целью развивать себе женственность. Что такое женственность? Давайте пообщаемся. Кто не может выйти замуж, поднимите руку. Что такое женственность? Вот девушка в белой кофточке. Вы очень хорошо улыбаетесь. Теперь не ответьте на этот вопрос, пожалуйста. Быть красивой недостаточно, это не женственность. Добрый, да. Да, это больше. Нет, тихо, вы молчите. Вам надо контролировать, учиться. Речь. И мне тоже. Ну, сейчас я лекцию читаю. Так, вы, вот она наоборот не хочет мне. А? Помогать чем? Как помогать? А чем можешь? Вот чем вы можете помочь? Да, если вы видите, что нуждаются, можете помочь. Да. Если я вижу, а вы не видите. У нас сейчас очень важный момент в нашей с вами судьбе. Какой момент? Мы сейчас скроем проблемы. Вот смотрите, вы активны в этой деятельности, вы активно живете для людей, как женщины. то есть вы активно знакомитесь со всеми, помогаете. На телефоне висите. Моя хорошая, да я тебя так люблю, да у тебя все будет классно, держись. Висите на телефоне, нет? Нет. Ищите бабушек, которые нуждаются в заботе? Не ищите. А кто же вас благословит на замужество? Кто же вложит в вас силы, скажет, доченька моя, дай Бог тебе мужа хорошего? Кто вам так скажет? Видите, есть причина. Когда энергия любви женщины идет только в одну сторону, хочу, 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 означает, что есть какое-то неправильное мышление. Это естественно для любой женщины хотеть любви, но это не та вещь, которая приносит ей счастье. Больше того, открою вам секрет, что чем больше женщина хочет любви, тем больше она будет несчастна в жизни. Вот представьте себе, представьте себе такую ситуацию. Девушка хотела 10 лет замуж. Она вышла замуж, и дальше что происходит? Это психология, это уже статистика. Происходит следующее, что девушка, желая выйти замуж, она потом начинает конючить любовь у мужа. Она говорит, я тебя 10 лет ждала. Почему мне не улыбаешься? Почему нежно не разговариваешь? Почему на руках не носишь? А когда у кого-то что-то хотя бы чуть-чуть конючат, то отношения заканчиваются вообще. Не то, что там любовь будет, а просто становится плохо от этого. Я в Омске провел такой эксперимент, и у меня вот там женщина шла цветами, вот так же, как мне принесла девушка цветы. Она шла, такой решимостью у нее был большой букет. Розовые розы! И она шла вот с этими цветами ко мне. И я побежал к ней навстречу отнимать цветы. Она говорит, Олег Геннадьевич, я так не хотела. И побежала от меня цветами. Вот. Я говорю, вы же мне давайте мне цветы, вы же мне дарить пошли. Она говорит, Олег Геннадьевич, вы садитесь, я подготовлюсь. Видите, любовь не вытащишь из человека. Она приходит сама естественным образом. Но если девушка сильно хотела замуж, она очень сильно горит этим чувством. Ей сильно много не хватало, не доставало, и она начинает требовать. И так как она требует, любовь вообще заканчивается. Видите, вот эта жажда любви в женском сердце, чтобы меня любили, она же является причиной всех скандалов. Если женщина очень сильно жаждет этой любви, она постоянно указывает своему мужу на его поведение, постоянно говорит ему о том, что ей плохо, не хватает этой любви, и она мучает его по факту. Почему мучает, сейчас объясню. Потому что есть необходимость у меня сейчас, потребность вам рассказать, кто такая женщина. женщина — это источник энергии любви. Источник. Она сама является источником. Из нее исходит любовь. Из женщины исходит любовь. И кто такой мужчина, это тот, кто ее отражает любовь. Женщине что нравится в мужчине? Женщине нравится, что он на нее обращает внимание. Видите? Ему не сам мужчина нравится ей. и нравится. Она говорит, это хороший человек. И что это значит? Это значит, что он обращает на меня внимание, он заботится, он меня любит, уважает, ценит. А мужчине что нравится в женщине? А мужчине в женщине нравится женщина. Понимаете? Все нравится. Ну то есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что женщина же сама является источником любви. Так это значит, что она не просить должна, она должна отдавать любовь. Это означает, что она должна нежно говорить. и тогда придет нежность в ответ. Она должна быть внимательной, и тогда внимательность придет в ответ. Она должна общаться так с мужем, чтобы он обращал на нее внимание. Понимаете? Нет идеи. Но если человек ставит своей целью любовь, женщина ставит своей целью любовь, то, что получается, она начинает ждать к себе вот этих всех вещей. И в результате все заканчивается. Потому что чем больше она ждет, тем меньше она получит. Она должна действовать. Для того, чтобы действовать, нужна сила. Женская сила берется от чего? От чистоты сердца. Вот эти все вот действия «Я улыбаюсь тебе, я улыбаюсь тебе». Помните, Матберна и спел. То есть, это действие непростое. Оно требует силы. И сила, вот эта человеческая, берется только от божественных вещей. Такая сила улыбаться, верить в человека. «Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня темной ночью спасает». Да? Или нет? Я читал это в Священном Писании. Оказывается, спасает. Оказывается, если женщина «Знаю, не спишь» и в детской кроватке тайком ты слезу оброняешь, когда женщина так себя ведет, то тогда мужчина защищен. Пуля не прилетит. Тот, кто метится, у него мушка будет гулять. Понимаете? То есть, идея в чем заключается? В том, что есть связь между людьми. Вот эта вот связь. Это душевная сила, это непростая вещь. Она берется откуда-то. Вот эта вера, верить близкого человека, это непростая вещь. Смотрите, одна мать руку кладет на голову сыну и говорит, ты из армии вернешься живым и здоровым. А вторая плачет, не уходи, давай мы тебя откупим. Вот. Ну, понимаете, есть два варианта реакции. Одна плачет, она помогает сыну или нет? Нет, она тянет с него силы в это время. Эта любовь называется зависимость. Это не любовь по факту, а просто желание энергии любви. Это зависимость. Это та вещь, которая разрушает жизнь. Такой сын не будет защищен. Другая мать, она тоже любит, но она должна, для того, чтобы он не погиб и с ним ничего не случилось, должна молиться за него. Молитва означает действие, которое направлено на победу над судьбой. Смотрите, мать хочет, чтобы у сына все было хорошо. Это цель жизни? Цель. Но это цель нужда. А есть другие цели, которые дают силы для этой цели, и они должны стоять выше. Теперь, кто такой разумный человек? Разумный человек это тот, который работает над собой, и само собой его жизни он получает те цели, которые он имеет в своей судьбе. Почему? Само собой, потому что, если он хотя бы чуть-чуть думает, что надо быстрее, тогда будет хуже. Быстрее хуже. Допустим, если ты хочешь высокого и красивого, значит, быстрее, значит, высокий и некрасивый, или красивый, но невысокий. Понимаете? Быстрее вот так означает. Быстрее никак по-другому не означает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!